Всем привет! И сегодня я вам расскажу о пяти фейлах нашей квартиры На самом деле, сколько бы вы не продумывали свой ремонт, сколько бы вы не обдумывали нюансы, всякие детали Все равно будет что-то, все равно будут баги, которые вылезут А еще сегодня мы также будем читать комментарии с прошлого выпуска и отвечать на ваши вопросы В конкретно этой комнате, когда мы ехали сюда, мы думали, что со стены будет торчать труба для проводов Семена Она торчала очень долго, она выступала так в порядке за штукатурку Но когда мы приехали сегодня, мы думали, что это один из фейлов А оказалось, маляра что-то сделали и спрятали эту трубу в стену Вот у нас было подозрение, что маляра просто замазали и мы не увидим выступ кусочка трубы, который торчал Но, смотрите, идеально ровненько, ну не идеально, здесь небольшое углубление есть, но во всяком случае там, где была труба, ничего не торчит Но также здесь мы провтыкали добавить необходимое количество розеток возле шкафа для того, чтобы можно было высушить голову, плойку, включить и так далее Но, слава богу, тоже это смогли добавить на этапе установки внутренностей розеток Эти розетки, две верхние, мы добавляли уже, когда малярка была сделана, поэтому немножко там доштукатуривали Вот, и где-то вот на этой стене и под батареей идут коммуникации кондиционеров Поэтому я надеюсь, что в процессе этих всех мелких недочетов мы не повредили коммуникации кондиционеров И когда мы все закончим, нигде не будет течь, протекать и все будет так же хорошо работать, как и планировалось Поэтому можно сказать, что в этой комнате фейлов нет Здесь будет стоять большой книжный шкаф и в самом низу одна из розеток будет интернет-розетка И в процессе разводки, после окончания ее, мы выяснили, что электрик просто забыл туда провести интернет Поэтому он прокладывал этот кабель уже после того, как сделана была вся малярка и залиты полы Смотрите, что из этого получилось То есть провод оказался на стяжке Вот он уходит в пол, вот он на стяжке И он здесь заходит в эту трубу и в итоге выходит в этом пучке То есть это должны были утопить Я не знаю, почему они этого не сделали Это мы будем говорить, чтобы исправляли Это большой санузел, ванная Здесь уже закончили плитку, ну почти Осталось еще немножко сделать вот здесь над столешницей Это не столешница, это фасад шкафа И сегодня как раз приедут, сделают замер столешницы, которая будет акриловая Поэтому ее верят после установки мебели, чтобы четко сделать правильный размер А что здесь не так? Здесь выяснилось, что плитку на ванной положили криво На самом деле к укладке плитки у нас вообще во всей квартире нет претензий Но конкретно вот в этой точке что-то пошло не так Было ровно-ровно-ровно-ровно Потом раз, два, три, четыре, пять, шесть плиток криво И потом опять ровно-ровно-ровно То есть я не знаю, что произошло у плиточника в этот момент Может быть у него был какой-то стресс Или он передумал работать, не знаю Но наш прав сказал, что они это исправят Четвертый фейл, это в принципе наш завтык Сбоку ванны, вот здесь, вы видите, есть полочка Она должна будет быть зашита гипсокартоном и заложена плиткой Чтобы изначально это продумывалось для того, чтобы закрыть вот этот узкий, супер узкий угол Чтобы удобнее было убирать и мыть полы Но по факту, в принципе, если отрезать это То точно так же, что она будет заканчиваться здесь Что здесь, точно так же здесь нужно будет вымывать руками Швабра сюда вряд ли залезет и пылесос тоже Поэтому мы решили, что если технически будет возможно, мы это отрежем И не будем строить эту нишу Тем более сюда прекрасно будет помещаться шторка для ванной Сделано это было для того, чтобы было симметрично с обоих сторон ванн Вот здесь у нас ниша И с другой стороны ванны точно такая же Вот То есть у нас как бы есть две узкие точки возле ванной Которые будут геморренно вымывать Но уже как есть, так есть Еще момент Здесь будут докладывать плитку после того, как установят столешницу И сбоку шкафа тоже доложат Но, если вот эту плитку я еще понимаю, как положат То я не понимаю, как заложат вот этот кусочек Может быть, возможно Он останется таким, как есть Но я очень сильно сомневаюсь Поэтому будут туда как-то пытаться вставить плиточку за шкаф По поводу тумбы В принципе, можно назвать это пятым фейлом Это наша вина Дизайнер нарисовала направление текстуры дерева горизонтальное Я на это не обратила внимания Человек, который делал мебель, тоже не обратил внимания Просто воспринял это как схематическую картинку мебели Обычно он учитывает это Он очень сильно извинялся Был готов переделать за свой счет В принципе, это завтык и с моей стороны, и с его Но, тем не менее, у нас текстура дерева идет вертикально Наша дизайнер ранее была очень сильно от него довольна Аня, прости, пожалуйста Я не вскушеный человек в заказе мебели У меня мебель дома белая Там, где нет текстуры дерева Поэтому я понятия не имею, что можно в разные стороны его направлять И это как-то будет влиять Тем не менее, мы оставляем все как есть Потому что высота шкафа у нас чуть больше 2,5 метров А чтобы перевернуть текстуру, чтобы сделать горизонтально Нам пришлось бы шкаф разрезать на две половины И где-то на таком уровне, на этом или на этом Был бы стык двух половин шкафа Потому что, если по-другому положить детали на листе ДСП Невозможно сделать цельную деталь Поэтому мы решили оставить так, как есть Чтобы не разрезать цельный кусок Потому что это влажная комната Здесь будет вода, здесь будет пар И лишние стыки и разрезы нам совсем ни к чему Насчет конструкции шкафа Снизу у нас будет стоять стиральная машинка Здесь это полочка для всякой химии Стиральных порошков, кондиционеров и так далее Если высокие бутылки здесь не поместятся Они будут стоять здесь Выше ниша для бойлера Он будет у нас на 80 литров Поэтому, в принципе, этот шкаф был призван спрятать бойлер И спрятать стиральную машинку Можно сказать, что эта полочка у нас получилась просто бонусом На этой тумбе у нас будут накладные мойки Поэтому сифоны будут спрятаны в тумбе Но чтобы не терять это полезное пространство Нам сделали вот такой шкаф Получается, что здесь внутри будет сифон Ну, а рядышком еще остается довольно-таки вместительный большой шкафчик А чтобы не терять маленький кусочек пустого места Здесь сделали полочку Не знаю, что там можно будет поставить Может, какие-то бутылочки, какие-то мелочи Но, в принципе, любая дополнительная полочка лучше, чем просто пустота Которую никак нельзя использовать А снизу два обычных полноценных шкафа Здесь посередине у нас будет корзина для белья Вот она, собственно, еще не установлена Вернее, их будет две Вот такие Так Ай Вот Внутри там еще осталась рамка, которая их держит Но они вот таким образом будут выдвигаться из ящика Вот В принципе, достаточно вместительная Но, честно говоря, я немножко разочарована Я думала, каждая отдельная корзина будет чуть-чуть побольше Я так понимаю, что к этой рамке будет крепиться корзина И они будут на весу выезжать на направляющих Прикреплены к фасаду Вот Ну, в принципе, можно будет разделить Мальчики в одну будут кидать свои грязные носки А девочки свои чистые будут класть в другую отдельную корзину Еще один момент Я бы не сказала, что это фейл Это просто завтык Потому что мы очень спешили Мастера думали, что мы очень спешим Начали красить стены до того, как из квартиры вывезли весь строймусор И, в принципе, я остановила ремонт перед началом праздников, перед Новым годом Потому что хотела, чтобы убрали все Чтобы квартира была пустая А потом красить стены и клеить обои В принципе, они так и сделали Но, смотрите Эта стена уже покрашена в один слой Вот пятно Вот пятно Вот царапина Вот пятно Там еще что-то серое У меня вопрос Как маляр планировала покрасить всю квартиру и поклеить обои Что потом белые обои бумажные как-то отмылись бы от грязи Которая появилась бы на стенах после того, как вы носили бы строймусор Не думаю В общем, мой вам совет Не спешите Просто, когда вы чувствуете, что теряете контроль Лучше все остановить, мне кажется Подумать Выдохнуть А потом продолжат Читаем ваши комментарии Россия Или Россия Не знаю, как правильно, простите Пишет, что входные проемы разной высоты Неудачное решение Эстетически плохо выглядит И удешевят общий вид жилья Но на этапе ремонта Можно еще исправить У нас все двери одинаковой высоты Кроме одной большой двери в зал Она была сделана целенаправленно большой Потому что здесь много окон в коридоре Когда мы закроем все двери Не будет ни одного окна И поэтому эта дверь будет стеклянная Она будет пропускать много света Благодаря этому коридор будет освещен в светлое время суток Шкафы, закрывающие часть окон Также плохой выбор У нас шкафы не закрывают окон Верни как У нас шкаф будет стоять вот под этой стенкой И будет заканчиваться возле этого откоса Теоретически, да Он прикрывает 60 сантиметров окна Но это как раз то пространство Которое всегда закрыто шторой И посмотрите на объем этих окон Здесь не одно маленькое окошко 60 сантиметровое Здесь целая стена из окон Я думаю, при этом количество света Ну никак не уменьшится в комнате Черная сантехника То, о чем будете жалеть до момента ее замены Потолок полгода Дольше никто не выдерживает На ней все видно Ничего не домоешь Почитайте отзывы немедленно Спасете ремонт Я вас хочу расстроить Сантехнику мы уже купили Уже очень давно купили В принципе, я в курсе Что на черной сантехнике Будет видно капли воды и кальций Который будет оставаться и высыхать Ну, как будет, так будет У нас еще и плитка почти черная Поэтому, ну, как-то выкрутимся Да и в конце концов Может быть, в следующем ремонте Мы не будем ставить черную сантехнику Но так мы еще не пробовали Поэтому мы так видим Мы так хотим Ну, пусть будет так Так красиво Кладовки в кухне нет Она позволяет хранить все, не забивая шкафчиков Кухня постирочная не видно Дело в том, что у нас не дом Мы не выбирали планировку У нас квартира, которая фиксированной планировки Мы внесли коррективы в размещение комнат И в общую планировку внутри построенных стен В рамках допустимого Была одна комната, стало две Была терраса, стало две комнаты Мы не можем достраивать Там человек еще пишет, что нужно больше санузлов Нужны детские санузлы Мы не можем добавлять санузлы И как-то больше делать помещение, чем они есть И достраивать Поэтому, исходя из того, что есть У нас максимально эффективная Рациональная планировка Также вы пишете, что спальни должны быть очень маленькие Если мы комнату 15 метров разделим на две комнаты по 7 метров Смысла в этом нет никакого Потому что там так же станет по кровати и по шкафу Это все объединено сейчас в одну комнату То, что нет в кухне-кладовке Она там и не предполагалась планировкой У нас для этого будет огромный большой шкаф От пола до потолка с двух сторон Количество места для хранения достаточно большое А для вещей, которые не используются постоянно Такие как банки У нас есть кладовка в подвале дома В которой это все может храниться Я против хранения хлама внутри квартиры Этот человек также пишет, что уроки делать нужно вне спальни Я с этим категорически не согласна Потому что у ребенка должно быть место для творчества Уроки может быть рядом с мамой Или самостоятельно у себя в комнате Но при этом у человека должна быть возможность Уйти к себе в комнату И сделать что-то самостоятельное Чтобы его никто не отвлекал У нас старшая дочь рисует Я не представляю, что будет верни как Я представляю и не хочу больше такого Чтобы ее краски, все эти материалы для творчества Были у меня на кухне на столе Я не вижу в этом ничего разделяющего семью И у нас есть площадь, где мы проводим время вместе Но также у каждого есть свое личное пространство Где он может провести время так, как ему комфортно Чтобы его никто не отвлекал Александр Иванов пишет, что завидует нам по-хорошему Где бы столько денег взять всю жизнь живого в общаге с мамкой Я желаю тебе купить свою квартиру И маме отдельную И жить отдельно в больших хоромах Таких, как ты мечтаешь, как хочешь И пусть, в принципе, все в жизни получится Спасибо, что смотрели Пишите ваши комментарии Они могут попасть в следующий выпуск Поэтому подумайте хорошенько, что вы хотите нам сказать Или, возможно, у вас есть вопросы Которые вас интересуют в нашем ремонте И в целом в нашей квартире, комплексе и так далее Подписывайтесь на канал, жмите лайк И до новых выпусков Пока-пока!